Добрый вечер на РБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Ширатон Плаза в студии Маргарита Гафарова. Малый и средний бизнес республики в прошлом году привлек 21 миллиард рублей льготных кредитов с поручительствами участников национальной гарантийной системы. По сравнению с 2021 годом сумма выросла почти вдвое. Об этом сообщил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов. По этому показателю Башкортостан вошел в тройку регионов-лидеров. На первом месте Краснодарский край с ростом в 2,5 раза. Вдвое больше средств получили предприятия Москвы и Нижегородской области. В целом малый и средний бизнес в прошлом году привлек льготные займы за счет механизма гарантийной системы на 812 миллиардов рублей. За год эта сумма выросла на 70%. Еще стремительнее растет число заемщиков. Если в 2021-м их насчитывалось 18 тысяч, то в 2022-м уже 45. По большей части это микропредприятия. Льготные кредиты активно привлекали обрабатывающие производства, аграрные, логистические компании, а также гостиницы и общепит. Федеральный центр направит Башкортостану 50 миллионов рублей на возмещение расходов компании, которые строят зарядные станции для электромобилей. На сегодня в планах оборудовать 18 комплексов. Об этом сообщил глава регионального кабмина Андрей Назаров. В следующем году власти республики хотят расширить программу и софинансировать строительство зарядных станций из бюджета Башкортостана. Таким образом, общий объем субсидий вырастет до 138 миллионов. Их инвесторы смогут направиться на закупку оборудования и подключение к электросетям. К слову, в 2024 году планируют построить 50 зарядных станций для электрокаров. Инфраструктура зарядная – это важнейший способ со стороны государства стимулировать развитие электромобильного транспорта. Все вы знаете прекрасно, особенно те люди, кто живет в центре, где большая концентрация автомобилей, и что воздух, мягко говоря, отличается от воздуха в сельской местности и в лесу, в полях и так далее. Соответственно, переход на электромобили, на электрический двигатель – это, собственно, на сегодняшний момент практически единственный выход. Власти Башкортостана выступили с предложением к обмину страны разработать меру финансовой поддержки для местных производителей комплектующих для электрокаров и станций зарядок, а также ввести отдельные тарифы за электричество для операторов электрозаправок и рассмотреть возможности их установки на действующих АЗС. Я как электромобилист считаю, что смысл устанавливать зарядные станции на АЗС есть только на трассах. В городах паттерн поведения клиента совершенно другой. То есть электромобилисты в городах заряжаются там, куда они приезжают по своим делам. То есть это торговые центры, бизнес-центры, места притяжения людей. В республике работает 21 зарядная станция для электромобилей. 16 из них в Уфе, 2 в Нефтекамске, по одной в Булгаково, Бешбулякском и Чешминском районах. На сегодняшний день в Башкортостане зарегистрированы 400 автомобилей с электродвигателем. В Уфе планируют установить комплексы распознавания лиц, аналогичные московским. Об этом сообщил глава республики Ради Хабиров в ходе осмотра Центра организации дорожного движения. В Москве система идентификации работает с 2020 года и помогает раскрывать большое количество преступлений. Все нюансы внедрения комплексов в столице Башкортостана обсудят с руководством Регионального министерства внутренних дел. Камеры много ставим, все-таки вновь аналитически изучить. Я пока сейчас не о дорожном движении, а камеры, которые ставим на улицах, во дворах, в парках. Надо понять, куда они стекаются, насколько качественно, насколько вам это полезно, как долго они хранятся. Комплекс распознавания лиц станет следующим этапом развития интеллектуальной системы. Сейчас ее используют для регулирования транспортного потока и фиксации нарушений ПДД. На главных перекрестках Уфы уже установили 50 умных светофоров. В этом году их число вырастет в два раза. Исходя из интенсивности и плотности трафика, перемещающегося на данном светофоре, светофорный объект самостоятельно задает алгоритм переключения, самостоятельно формирует на основе анализа поступающих с видеодетекторов алгоритм переключения светофорного объекта, что позволяет, по нашим данным, разгрузить уличную дорожную сеть порядка на 20%. Комплекс внедрили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Республика направила заявку в Федеральный Центр на создание аналогичной системы в Стерлитамаке. Банк России включил в черный список 21 компанию из Башкортостана в прошлом году. В их работе выявили признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке, сообщили в пресс-службе мегарегулятора. В их числе две финансовые пирамиды. Одна организация, которая выдавала себя за профессионального участника рынка ценных бумаг и 18 черных кредиторов. Большинство из них – ломбарды и комиссионные магазины, которые не имели лицензии. Клиенты таких компаний не защищены законом и рискуют остаться без заложенных активов. Нередко комиссионки маскируются под ломбарды, принимают ценные вещи с правом обратного выкупа, а на самом деле продают их. Микрокредитные организации могут начислять повышенные проценты по займам и требовать возврата, долго привлекая нелегальных коллекторов. Добавлю, что на сегодняшний день в черном списке Банка России числятся 39 организаций из Башкортостана. Управление антимонопольной службы по Башкортостану оштрафовало Уральский банк реконструкции и развития за рассылку СМС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее с жалобой обратился житель Уфы. Ему поступило сообщение с предложением открыть вклад по рекордно высокой ставке. Хотя своего согласия на получение рекламы от банка он не давал. Кроме того, в своем сообщении Убрир не указал полные условия. Минимальную сумму открытия вклада, порядок пополнения и начисление процентов, снятие средств, что является нарушением закона о рекламе. После вмешательства антимонопольной службы банк исключил номер заявителей из списка рассылок. За нарушение кредитная организация заплатила в федеральный бюджет 100 тысяч рублей. У меня все к этому часу. Оставайтесь на РБК. Желаю вам хорошего вечера.